Всем здравствуйте! В сегодняшнем видео мы будем удлинять платье и удлинять его будем кружевом. Платье у нас трикотажное. Постойку платье трикотажное и оно стрейчевое, то кружево, которое мы будем удлинять, естественно, подобрано тоже в тон. Это тоже черный цвет. И точно так же кружево должно быть стрейчевое. Постойку оно такое широкое, нам такая ширина не нужна, то мы сейчас его будем разрезать пополам. Вот я разрезала, но предварительно, конечно же, скрепила, чтобы ничего не сдвинулось. Теперь стачать необходимо кружево по срезам. Складываем лицом к лицу, ровняем края и пройду с одной и со второй стороны и проходить я буду мелким зигзагом. Я не уточнила, но это как бы само собой разумеющееся, что кружево должно быть одного размера, одной длины с низом изделия. Вот я кружево стачала и теперь по срезам боковым и срезы, которые у меня получились, я буду соединять. И лицевая сторона платья прикладываю к ней лицевой стороной кружева. Прикладываю на лицевую сторону. И вот здесь, там где кружево совмещается с боковым срезом, я буду поворачивать кружево в одну сторону, а боковой срез он уже имеет у нас и заглажен в какую-то сторону определенную, потому что мы же носили уже это изделие, мы его сейчас только удлиняем, я сейчас пока так закрепляю. И распределяем кружево равномерно. Для этого распределяем его сначала по боковым срезам, а потом по центру переда и центр спинки. Ну, а кружево просто мы берем и равномерно тоже делим. Вот я соединила два боковых среза и намечаю центр как бы кружева, середина. То же самое, вот я держу вместе и намечаю центр спинки. И вот центр спинки совмещаю, вот так вот накладываю и закрепляю булавочкой. Точно так же делаем впереди. Булавочками закрепила, теперь могу проходить швом зигзаг. Буду проходить, буду брать, использовать мелкий зигзаг и делать на ширину лапки. Кстати говоря, если вы удлиняете изделие, то можно низ изделия был, как у вас там, я не знаю, обработан, в подгиб или как. Можно подгиб было либо срезать, либо сделать вот так вот, как я его отвернула и проутюжила, но буду еще хорошо паром проходить, чтобы не было видно следов. Все, прошиваем. После того, как я сделала шов зигзагом, так как я говорила, я прошла еще сами срезы тоже зигзагом, но уже таким крупным зигзагом, чтобы не было большого утолщения, потому что зигзаг более такой реденький я сделала, а если обрабатывать верлоком, будет больше ниток, они не нужны. Зигзаг просто лучше. Почему я делала шов вот сначала именно зигзагом? Потому что это подол, это низ, и нам надо, чтобы хорошо все тянулось, поскольку у нас само кружево-стрейчевая ткань у нас, видите, как тянется хорошо зигзаг. Если бы я сделала прямую строчку, то, конечно, когда бы заходили мы в транспорт или садились, эти ниточки, они бы могли потрескаться. Вот так вот, таким вот простым способом, очень быстро мы удлинили платье на 7,5 см. Надеюсь, видео будет для вас полезным. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok